все сидите сидите ребятки сидите в этот раз уже не вставали спасибо понятно уважение к преподавателю присутствует так у нас сегодня 8 лекция почему юбилейная потому что двойка в третьей степени это 8 да и у нас в одном байте 8 бит тоже в одном байте 8 и член у тебя 8 да не будем уточнять в каком состоянии да да а еще бесконечность о сколько всего бесконечность если восьмерку перевернуть то это бесконечность математики в один математик может подтвердить да а сегодня еще и юбилейная потому что я купил курсор за 2 доллара 49 центов и теперь я могу хвастаться да да сегодня не будет никаких не птичек зайчиков сегодня мы рассмотрим что такое техники тест-дизайна здесь они в принципе всем нужны андрюшка делает такой вид типа мне я тут разработчик сижу зачем мне техники тест-дизайна но они тебе тоже нужны то есть каждый разработчик должен тестировать свои фичи по-хорошему перед тем как отдать эти фичи на тест тестировщиком то есть классная практика когда разработчик сам знает все техники тест-дизайна хотя бы смог тест провел что все работает основной функционал позитивные тесты прогнал по системе все работает и потом отдает уже тестировщику тестировать и так вот это все можете не записывать мы это пошагово разберем много текста просто как заглавление такое у нас будет и сегодня я еще дополнительно расскажу вам про техники тест-дизайна вот эти техники тест-дизайна которые вы будете читать в статьях смотреть в других чужих видосиках читать в книжках савине в куликове не знаю если из текюбе будете читать книжечку тоже там это все есть а вот эти техники это некоторые техники скажем так такие бонус техники их в официальных книжках нет но эти техники существуют и некоторые из этих техники я сам придумал то есть такие авторские может я где-то кто-то меня подтолкнул к этой идее но в принципе могу себе позволить сам технику тест-дизайна придумать правильно ей пользоваться до шляпы до шляпами владеешь хорошо этот идешь идешь на контакт со шляпами со своей иван авторские техники до шляпы ты точно технику хорошо запомнишь потом на себе сюда записывать шляпы полетели сегодня у нас всего лишь одну тему мы рассматриваем но очень важно у нас тут в основном все на тестирование ориентированы поэтому очень максимально важное на собеседованиях спрашивают когда на собеседование спрашивает протестировать карандаш чашку и так далее это все связано с техниками тест-дизайна повседневной жизни тестировщик каждый день сталкивается с техниками тест-дизайна может не напрямую но за счет того что он знает эти техники тест-дизайна он на автомате начинает тестировать используя используя эти техники все супер и видите как мы уже постепенно подходим к вот за следующий раз допустим вот эти три темы разберем например потом еще одна лекция вот эти две темы за раз возьмем и может еще какая-то лекция будет дополнительная бонусная бесплатно здесь так что мы достаточно быстро идем это восьмая полетели это определение с книжки можете сразу не записывать можете потом записать сфотографировать неважно что такое тест-дизайн тест-дизайн это этап процесса тестирования по на котором проектируются и создаются тестовые случаи тест кейсы соответствии с определенными ранее критериями качества и целями тестирования много слов очень тяжело не читается авторское определение от меня как всегда в три слова тест-дизайн это создание тест-кейс все вот это запоминаем ну это потом у вас автоматически вы будете это понимать ну допустим если вас просят отчет такой тест-дизайн вы сядете вы вот это определение вы не вспомните по-любому ну то есть либо его зазубрить надо но через неделю вылетит а вот это можно запомнить и это же логично тест-дизайн это создание тест-кейсов что такое тест-кейс если вы какие-то книжечки читали или статьи да читайте савина еще такой тест-кейс я вам рассказывать сегодня не буду может в следующей лекции ну и там я больше буду рассказывать не что такое тест-кейс а как их правильно составлять чтобы прям все такие вау вот это тест-кейс просто отлично надо тест-дизайн создание для тест-кейсов в принципе то же самое написано и здесь этап процесса тестирования на котором проектируются и создаются тестовые случаи вот создаются тест-кейсы в соответствии с определенными ранее критериями качества и целями тестировать все сократили создание тест-кейсов отлично запомнили круто план работы над тест-дизайном тоже определенного в интернете ничего не нашел такого прям зарезервированного плана работы над тест-дизайном но что-то на одном сайте взял на другом сам додумал перефразировал и могу себе позволить давать вот такие вот планы первое что мы делаем перед началом тестирования перед началом создание тест-кейсов перед тест-дизайном это мы анализируем документацию то есть у нас есть документация какая-то требования пришли на задачу и мы в зависимости от этих требований состав начинаем их читать просто читать и думать анализировать как работать с требованиями может на отдельной рек лекции расскажу и опять же в книжке того же куликова вы можете прочитать это да а ты еще наверное не дошел к анализу 38 жизни жизненный цикл тестирования за немножко другого она в принципе это оттуда вода только тут мы именно тест-дизайн рассматриваем то есть первое мы анализируем документацию потом мы оцениваем риски то есть думаем чем может там сломаться короче думаем это тот же анализ думаем прикидываем следующее это мы уточняем требования это мы задаем вопросы то есть нам что-то в требованиях продюсера project manager или бизнес-аналитика или клиента до попробуем создание да создание тест кейс да вот угой он слушает но это как минимум слушай давай вот так вот не отходя от кассы автограф иван раз конфету сразу так чикс сразу угадал молодец это при том что я сам их составлял ну то есть это не с книжки это не зарезервированные определения пришли требования анализируем оцениваем уточняем у менеджера либо у клиента либо у бизнес-аналитика требования задаем вопросы очень важный этап максимально важный чем больше вопросов задашь даже если они тебе кажутся тупые тем меньше багов потом будет в системе там уже некоторые вопросы ты задаешь пускай это немножко глупый вопрос но менеджер такой раз такой у него такой ступор хопа ого а я не знаю или твой вопрос может его натолкнуть на какой-то другой момент в системе он такой задумается ёп твою мать что же я в требованиях написал она же все сломается если мы это сделаем поэтому задавать вопросы максимально важно и потом мы создаем именно тест кейсы занимаемся непосредственно тест дизайном а потом пишем приоритеты для тест кейсов то есть мы допустим не знаю давайте образно скажем 1000 тест кейсов написали и потом нам говорят протестируй систему говорят у тебя есть там два часа ты понимаешь что ты за два часа не успеешь всю 1000 прогнать и поэтому ты должен выставить приоритеты тест кейсов какие должны прогоняться в первую очередь во вторую очередь какие должны прогоняться не знаю раз в месяц либо только перед релизом хорошо цели тест дизайн то есть мы как тестировщики начинаем тестировать систему либо мы можем зайти и сами начать клацать просто по системе зайти туда зайти сюда и получается такой хаос либо мы можем пользоваться техниками тест дизайна и какие цели тест дизайна тесты такое заплетаюсь к тесты должны покрывать весь функционал то есть логично то есть мы не просто там не знаю то есть техники тест дизайна помогают нам не забыть про какой-то функционал не забыть про какую-то фичу про какую-то страницу чтобы максимально покрыть весь функционал такие банальные вещи говорю одну я думаю про них надо проговорить потом тестов должно быть минимально достаточно на любую систему мы можем написать как тысячу тест кейсов так 10 тысяч так и миллион тест кейсов и вообще бесконечное количество тест кейсов мы можем написать на любую систему поэтому техники тест дизайна помогают нам добиться как бы протестировать систему используя минимальное достаточное количество тестов да то есть уменьшаем количество до михаил кто скажет как называется принцип тестирования тому доллар доллар в других штанах оставил доллар следующий раз 9 принципов тестирования до тестов должно быть минимально достаточно ну да ладно дома посмотрите все проехали все проехали все поздно у истек срок вопроса следующая это формализация проверок то есть внутри команды внутри компании мы можем за год документированные формализованные тест кейсы передать другому человеку другому тестировщику пришел новый человек в команду мы ему даем тест кейсы которые формализированные то есть задокументированные и он может с ними разобраться до понятны всем да если у нас нет тест кейсов мы не использовали техники тест дизайна то у нас такая каша никто ничего не знает что тестировать приходит новый человек у него такое а что происходит так четвертое приоритизация проверок то тут мы повторяемся цель тестирования это расставить приоритеты и выполнять более важные тест кейсы в первую очередь менее важные во вторую очередь в зависимости там вот ну да от бизнеса на все хорошо это было несколько слайдов с такими много текста и такая сухая теория и прям вот мне не нравится что тут рассказываю потому что это все можно прочитать в статьях ну ладенько поехали сейчас больше к практик перейдем о я вам расскажу просто расскажу иван неделю назад у меня спрашивает в рите ларион привет чем можно еще посмотреть на ю тубе какие курсы по тестированию захожу я на youtube думаю ну щас найду кого-то кто реально мощный ивану дам посмотреть посоветую захожу смотрю первый у которого там больше чем по 100 тысяч просмотров под видео джун смотрю то что он рассказывает но джуниор потом по ресерчил его биографию джуниор полтора года опыта в тестировании создал youtube канал уже рассказывал больше по сотням тысяч короче да в резюме хида не ну ну как бы молодец чувак все это но я просто думаю как джуниор может ну сам статейно читался без опыта сам что-то рассказывает думаю ну как бы окей ивану не буду советовать джуниора смотреть смотрю да иван а я не буду сейчас на озвучивать ну зачем вот потом смотрю 2 ну такой скучный но засыпаешь да ну реально засыпаешь у него лекции долгие он в сторону вот как я в сторону куда-то рассказывал как сейчас ни о чем у него вот это пол лекции вообще ни о чем не знаю просто про жизнь рассказывает думаю ну ладно ивану не буду советовать ну как бы пускай мне мужик опытный правильные вещи рассказывает но не то смотрю дальше следующий думаю то не ну ты ж не тестировщик что-то протестирование расскажу как углю его смотрю резюме программист всю всю жизнь работал программистом устроился на курсы либо то его курсы открыл курсы и преподает тестирование я такой думаю ну привет ты тестировщиком не был не знаешь что вообще чё куда и рассказываешь протестировать ну как-то нелогично посмотрел еще парочку ничего не нашел вот это единственное что алексеева как ее зовут девушка вот да да но она максимально просто рассказывать то есть она реально про как для домохозяек рассказывать да плюс картинки красивые классно то есть я более жесткие какие-то темы преподаю она вообще такое простенькое простенькое максимально то есть я стараюсь да ну то есть у нее понравился мне контент и подача и опыт у нее классный и статьи просто вообще я я балдею со статей да да у кого-то голос да реально противно слушать вот это я к чему я просто вам сейчас скажу что я же реальный тестировщик и ко всем рассказ рассказчикам захожу очень тяжело про них что-то найти вообще в интернете хоть что-нибудь кто они на какие компании работают на какие работали как и какой у них опыт с какими технологиями не работали на каких проектах если у них там не знаю какие-то сертификаты выигрывали ли они в хакатонах где они учились каких универах вообще очень мало информации поэтому я сразу подтверждение что тут тестировщик с опытом заходим сюда читаем сертифицированный тестировщик то сегодня я рассказываю вам про техники тест-дизайна понятно тут все на айтишника учился тестировщиком был пробу разработал хопа и сертификат от международной организации по тестированию михаил не думал проходить кстати я врел в принципе бесполезно да ну то есть дополнительно до английский на хорошо знать да и просто вам рассказываю что тоже я рассказываю это вот тест дизайн техники тест-дизайна и ларион получил сертификат я вспомнил потому что вот то что ивану хотел посоветовать кого-то посмотреть то все непонятно кто шоу пришел рассказывает сертифайт сертифайт сертифицированный тестировщик в прошлом 2018 году до слушай слушайте меня да так теперь я хочу опять же у нас немножко в сторону теперь я хочу официально поздравить михаила с получением оффера на да в хорошую компанию в польскую с перспективой релокейта после ситуации на хорошую запишечку по сути на на автоматизацию будет тестировать там с помощью постмана постман мы разбирали в субботу дождешь лекцию в youtube и да 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 но там большая лекция два с половиной часа много обрабатывать до михаил будет непосредственно каждый день работать с постманом тоже мы разбирали на прошлой лекции и тестовое задание михаил делал тоже по постману поэтому постман супер важная важный инструмент что михаил красавчик ставим лайки молодец да я еще в михаил еще раз сейчас похлопаем за то что михаил при том что он получил offer дальше продолжает ходить на лекции не то что дима молодец и ждет седьмую лекцию да по постману потому что уже завтра начинать работать она нужно знать постман ok и стерп техника тест-дизайна исчерпывающие тестирование кто уже книжки читал кто знает что такое исчерпывающие тестирование иван понятно модели хорошо ладно михаил да все возможные входные значения и выходные да отлично вот поэтому михаил получил offer потому что михаил читал книжки михаил смотрел курсы занимался статьи раньше ты все знал да наизусть вот это все а сейчас уже такой вспоминаешь ну видишь повторение мать учения окей исчерпывающие тестирование это тестирование всех возможных вариантов как входных так и выходных параметров пример сразу заходим сюда же на блог у нас есть поле для поиска какие у нас возможные варианты тестирования этого поля отрицательное значение 0 до положительно огромная маленькая там ничего не вводить нажимать search вот да исчерпывающие тестирование это тестирование все возможных комбинаций входных значений то есть сюда мы можем вводить как буквы так цифры давайте представим что мы вводить можем сюда только цифры сейчас в один математик будет читать допустим мои цифры можем вводить от 1 до 9 и допустим у нас на ограничение всего лишь 10 символов мы можем ввести сколько вариантов входных значений мы сюда можем ввести не ну это же надо там взять 10 умножить десятую степень до понял все комбинации всем все возможные варианты это 10 в десятой степени да я тоже давно математику уже два года назад универ закончил уже не помню то есть чтобы нам протестировать все возможные варианты нам нужно создать сколько тест-кейсов 10 в десятой степени это вот так вот 10 ну единичка и 11 нулей на это всего лишь если цифры и всего лишь ограничение в 10 символов если у нас 20 символов и это только цифры мы берем то это уже 10 в двадцатой степени а если мы сюда еще цифры буквы добавляют цифры символы всевозможные добавляем то есть представьте я думаю всем понятно что протестировать все невозможно то есть техника тест-дизайна исчерпывающие тестирование это может даже не техника то связано но это подход до подход техника тест-дизайна да это протестировать все возможные входные значения это вообще нереально то есть даже на таком простом примере как текстовое поле одно всего лишь одно если несколько полей ох то тут и одно попробуй протестируй нереально вообще даже за автоматизировать нереально она будет бесконечно исполняться все запомнили исчерпывающее тестирование невозможно но эта техника тест-дизайна как бы такая как утопия вопрос на миллион доллара я забыл других штанах но все равно какой принцип тестирования связан с исчерпывающим тестирования михаил ждут тебя не помнишь принципе ой хорошо просто на тебе хорошо да принцип тестирования не помню какой номер не важно исчерпывающее тестирование недостижимо невозможно да давай я тебе брошу потом найдешь оба отлично молодец до исчерпывающее тестирование невозможно это один из принципов тестирования что такое исчерпывающее тестирование мы уже знаем и еще и знаем принцип тестирования у вас два в одном следующее эквивалентное разделение эквивалентное разделение мы рассмотрим на примере с зарплатами любимая тема наши зарплаты давайте я вам даже нарисую сегодня у нас мы будем рисовать смотрим на график да даже если не видно график ничего страшного сейчас нарисую в математике если помните у нас были отрезки у нас был отрезочек и на отрезочке мы до были точечки такие кругленькие неважно были точечки и были промежуток давай математикам интервалы о отлично интервалы хорошо давайте мы сейчас нарисуем интервалы джуниор это до двух к долларов вот это мидл мидл как-то джей маленькую только умею рисовать и сеньор тестировщик в принципе по графику она так есть сеньор тестировщик от 4k получает и тут до бесконечности вообще непонятно куда и сеньор за 500 баксов тут где-то какой-то на тоже используем теперь технику эквивалентных разделений в этом случае эквивалентное разделение это мы должны протестировать каждый раз сделать один тест кейс на каждый интервал вот сюда ударить разочек вот сюда вот сюда допустим к нам приходит человек на собеседование мы его спрашиваем сколько ты хочешь зарабатывать и он называет одну из этих цифр он говорит хочу зарабатывать 3к 3к это значит мидл и чтобы протестировать даже давайте так что должен знать мидл да да потом 1к где-то здесь и здесь будет не знаю 7 неплохо 7 михаил слушайте что таких тестировщиков видел на 7 ладно все возможно в принципе какой-то тимлид супер-пупер-кюа менеджер там успешный успех деньги доллары да хорошо мы взяли и протестировали каждый интервал эквивалентное разделение разделение 1 разделение 2 разделение 3 куда точно мы ударим в этом разделении не важно мы можем ударить 500 долларов сделать тест кейс мы можем сделать тест кейс 1900 долларов но в это эквивалентное разделение то же самое здесь мы можем взять допустим смотря что мы считаем если 2к это уже мидл ты мы можем взять два к либо 2100 либо 3 900 и просто ударить сделать один тест кейс ну здесь мы для простоты возьмем 1к здесь 3к здесь 7к то есть вообще куда-то туда далеко-далеко взяли протестировали каждый раз каждый отрезочек все классно то есть мы не тестируем уже исчерпывающие там 1 доллар 2 доллара 3 4 5 долларов 6 7 8 9 и так далее логично все понятно уменьшили количество тест кейсов протестировали и мы предполагаем что все остальные значения также сама будут отрабатывать хорошо то есть что 1900 что 1000 что 100 долларов будут отрабатывать так же самое то есть мы делаем такое предположение дайва нет пока не нужно на эквивалентное разделение это один раз ударили в каждое разделение в каждый интервал пока вытираю вы следующее записываете слово анализ граничных значений это следующая техника тест-дизайн или boundary values analysis если вы любите English полюбите за бабки да 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 правильно вот ну как как можно что-то любить если оно не приносит бабки ну допустим я программированием не занимался если программисты получали по 500 долларов ну я занимался чем-то другим там где надо думать головой я бы играл допустим если за шахматы платили там много денег я бы целыми днями играл в шахматы и мне понравилось так анализ граничных значений давайте мы возьмем это я взял веса женщин в на олимпийских играх в боксе light weight и мы также сама рисуем вот этот промежуточек с весом 48 51 то здесь берем 48 48 48 здесь 51 подсказывайте 56 56 ну ты смотри 75 не рассчитал так важно опять же берем и вам для понимания делаем вот как в школе вот эти интервал чеки оп там улетела до 48 килограмм я так понимаю не участвует в боксе в олимпийских игры женщины 48 51 это она что на легчайший вес на легчайший потом легкий вы ничего не замечаете как это интересно 51 а потом 56 они сидят на лавочке да слушай интересно но просто это же я нашел ну прям информацию на сайт то есть эти у нас никто 56 это легкий легкий у нас уже нагромождается диаграммка особенно когда что-то неправильно нарисую нет иван будет с пробелами мы что-то не самый простой это посмотрел я опять же ну самые простые просто в интернете самые простые кейсы вы их посмотрите на других видосах у меня сложно чикс так чтобы голова закипала и средний 69 75 средний все хорошо вот эти тоже не участвует и вот эти тоже не участвует если бы мы использовали технику эквивалентных разделений мы бы ударили разочек сюда разок сюда разок сюда разок сюда разок сюда но в используя технику анализа граничных значений мы бьем по граничным значениям какое у нас граничное значение здесь? Иван говорит 47,9. Еще вариант. Ой, хорошо, будешь тестировщиком. Молодец. Все. 999, потому что граммы они же, наверное, тоже учитывают. Я не уверен, но мы можем предположить, что они учитывают граммы. У нас три конфеты осталось, слушай. Да. То есть первое ограниченное значение, это мы берем 47,999. А мы берем интервал вот этот, который. Да, до, перед ним. Да. Теперь мы берем, что следующее мы можем взять? Нет, нет, давайте здесь будем брать. 48 следующее. Следующее 48, да. 48 это у нас уже наилегчайший вес. Что следующее мы берем? 50,999. Что следующее? 51, да. То есть вот это у нас получается наилегчайший вес. Интервал. Да, здесь 51. 51 по такой же логике здесь 55, 55, 599. Идея понятна, да? 55, 599. И 56. 56. И так далее. Кому интересно будет, думаю, продолжайте. Очень интересно, весело. Да. Да. Это анализ граничных значений. То есть мы берем значение на единичку до интервала. Вот здесь вот. И берем самое начало интервала. 48. Потом мы берем конец этого интервала. Вот здесь вот на единичку меньше. И берем начало следующего интервала, 51. Конец интервала, начало интервала. То есть на каждой точке у нас два значения. Одно на один меньше, либо на один больше. Вот здесь мы, скорее всего, протестируем на один больше в самом конце. То есть на один меньше, на один больше. И само значение точки. Все. Кул. Да. Включительно, не включительно, конечно, надо понимать. Да, да, да. Да, спасибо, Михаил. Конфету не буду давать. Я тебе и так уже бросил. Да, да. Включительно, не включительно, в зависимости от требований, которые нам пришли. То есть, опять же, когда нам пришла задача, там написано 51-56 не участвуют в соревнованиях. Сразу вопрос. А 51 включительно, не включительно, да? К менеджеру, либо к кому-то, к заказчику. Все, понятно. Это техника анализ граничных значений. To value. Не переводил с английского. Два значения. Один до, либо один по... Один до и точка, либо, если в самом конце, точка и на единичку больше. Это два значения. Мы берем в каждой точке два значения. To value. Boundary value analysis. Но есть еще... Давайте я вот так вот напишу. Это вот так вот. Ой. Короче. To value. To value. Boundary value analysis. And у нас еще есть... Full. Даем еще... Full. Пускай это... Full value, да? Val value. Boundary value analysis. Михаил, знаешь, в чем отличие? To value и full value. Хорошо, объясняю. Здесь мы брали 47999, потом 48, это в full value. А здесь бы мы взяли 47999, 48, да? Да. 48, 0, 0, 1 мы взяли. Это full value. То есть мы в точке, три значения. На собесе можно это рассказывать смело. Это есть в продвинутых книжках. Ну как продвинутых... Если внимательно читать то, что я вам даю, то там это написано. Либо статьи. To value, full value. To value. Два значения, full value на один меньше, само значение на один больше. Запомнили? Класс. Едем дальше. Фишечка от препода. Рассказываю вам, пока вытираю, рассказываю вам... Так, все же знают, что я в хакатоне выиграл? Не, не знаете? А что, я не хвастался? Не, ну я ж не буду бегать. Так, в хакатоне выиграл. Не, ну это не сейчас. Это года три назад. Ага, то что новость, наверное, вот это так называется? Да, да, то что ты новость так смотришь. Участвовали в хакатоне. Короче. Участвовали в хакатоне. Ну понятно, я там не один выиграл. У нас три человека была команда. И там такой интересный бах я нашел. Сейчас я вам расскажу про этот бах. И как вообще связано все, что мы сейчас изучаем. Техники тест-дизайна. И вот там отправка запросов и так далее. Постман и так далее. Как это все связано с реальной жизнью. Там был проектик наподобие того же OLX. Пользователь там мог создавать продукты. Не знаю, как продукт нарисовать. Буква P. И мог покупать продукты других пользователей. Продукт. Свой я вот так вот. Это его продукты. А это продукты чужие. Не знаю. Со звездочкой. То есть понятно. У человека есть две возможности. Я выкладываю свой продукт. И я могу покупать продукты чужих пользователей. Я могу покупать продукты чужих пользователей как за реальную валюту. То есть вводить номер своей карточки и покупать. Так и с денег, которые у меня как бы на счету на этом сайте. То есть я свои продукты какие-то продал. Не вывел деньги. Да, у меня висит там, не знаю, 100 долларов. Я за эти 100 долларов, которые висят виртуальные, я могу купить продукты других пользователей. Все. Всем логика понятна. Максимально опять же упрощаем. Просто для того, чтобы я смог объяснить, в чем баг был. Теперь. Была форма. Форма создания продукта. Что там в форме? Не знаю. Name. Description. Описание. Description. Ну и цена, конечно же, да? Такой input для цены. Напишу тут доллары. Так вот, в чем баг заключался? Сюда можно было вводить только позитивные значения, позитивные цифры. Ну и можно было с копейками вводить тоже при создании продукта. 0 нельзя было вводить. То есть 0,0,0 центов нельзя было. Можно было только начиная с 1 цента. Понятно, мы это и протестировали, да? Попробовали продукт создать с нулями. Не получилось. Попробовали 1 цент. Не получилось. О, не, 1 цент получилось, наоборот. Да. Попробовали какое-то большое значение. Оно там в каком-то моменте начало ругаться. Ну, допустим, там максимальное ограничение, не знаю, 10 тысяч долларов было для продукта. Сижу я. Такой думаю, так, подожди. Хорошо. Не могу я создать. Я такой думаю, интересно. А что, если я возьму этот запрос, использую Postman Interceptor, который мы на прошлой лекции рассматривали, перехват запросов и в Postman. И я попробую через Postman отправить создание продукта с негативной ценой. Ну, просто так. Ну, это хакатон заключался в том, что нужно было ломать систему, тестировать какие-то security уязвимости, находить и так далее. Мы, кстати, тогда выиграли в двух категориях. Первая – это лучшая веб-команда и лучшая security-команда. То есть мы нашли много уязвимостей по безопасности. И вот одна из уязвимостей – это я создал продукт с негативной суммой. Минус 10 тысяч долларов продукт. То есть вы представляете, вы заходите на сайт, там товар стоит минус 10 тысяч долларов. Теперь. Ну, это ж не всё. Ну, то есть вроде как-то неправильно это выглядит. Но теперь давайте мы с вами представим, что ты заходишь на минус 10 тысяч долларов. Короче, много нулей. И видим вот такой товар на сайте. Если у меня баланс 100 долларов. Я покупаю этот продукт. У меня сколько на счету будет денег? 10-100. Я это и делаю. Я захожу и думаю, ни хера себе, я нашёл. Захожу, думаю, а ну-ка я его сейчас куплю. Интересно. Если вот это пройдёт, думаю, это всё пиздец. Ну, реально сайт можно полностью весь, да, обанкротить. Тупо обанкротить, и у них будут большие проблемы. И это можно не просто в «не будем углубляться», это можно очень по-хитрому сделать, что они не вычислят, не вычислят в итоге, кому, кто, кто же это провернул. Да, то есть можно так закрутить, что не вычислят. Да, покупаем, и у меня уже, я смотрю на свой баланс, а у меня вот такой баланс. И я начал создавать свои продукты, и там можно было покупать как продукты свои у себя же, то есть интересная фича, да, как чужие, так и свои. То есть я начал создавать свои продукты внутренние, я их не публиковал, и я начал их покупать. И я себе поднял бабла, понятно, завёл баг-репорт, поставили лайк этому багу, вот вам security-уязвимость, вот вам граничные значения с минусовой суммой, вот вам постман, перехват запросов, отправка напрямую на бэкэнд запросов. Вот чем должен заниматься тестировщик хороший, реально крутой. Не тот, который просто там тестирует веб-сайт, то, что я вам говорил, который знает, что такое Chrome DevTools, какие там запросы идут, тот знает, что такое постман, как работает бэкэнд, фронт-энд, там это же валидация, как должна там с цифрами, бэкэнд должен работать с суммами, с деньгами, да, ну то есть невозможно, чтобы минус там появился на бэкэнде и так далее. Всё, минутка делёжки опыта и фишечки. Вам так просто понимать, что тестирование очень интересная тема, если правильно подходить. Я вроде вам уже говорил, да, что если в принципе тестировщику платили столько же, сколько программисту, то вполне возможно, что я в тестировании занимался. Ну, потому что я люблю такие штучки находить. Ну, это прям, ну, очень круто. Вот, это так, один из примерчиков вам. Ладно, поехали дальше, чуть позже вытру. Бахса, который... Окей. Следующее, это причина-следствие. Техника тест-дизайна. Сейчас я вам покажу приложуху свою, как всегда, любимую. Причина-следствие. Техника тест-дизайна. Это такой подход, когда мы определяем какую-то причину и определяем следствие. Например. То есть, оно непонятно, да, вот причина-следствие. Причём тут к технике тест-дизайна и в книжках тоже непонятно это описано. Например, когда я нажму на одно из значений, там, категории тестов, то должна открыться страничка, там, с тестами. Опа. Причина. Я нажал на категорию тестов. Следствие. Открылись тесты. То есть, такая банальная, но это техника тест-дизайна, реально. И ты иногда такой сидишь и думаешь, да. Так, если то, то то. То есть, ты обычно не думаешь, так, сейчас я применю технику тест-дизайна причинно-следственную. Вот. Ты обычно просто сидишь логически. Вот, есть причина. Нажимаем кнопку следствие. Показывается экран. Нажимаем кнопку вернуться обратно. Показывается модалочка, поп-ап, что если покинете тест, то ваш результат не будет сохранён. Нажимаем «Продолжить». Остаёмся на странице с тестами. Нажимаем «Покинуты». Тесты. Возвращаемся на главную страницу. Причина. Нажали. Следствие. Получили. Так же самое в причине у нас может быть несколько условий. Допустим, если у пользователя сердечек по нулям. Если у пользователя сердечек по нулям, и пользователь заходит в тесты, то мы ему должны показывать сообщение «На сегодня сердечки закончились, приходите через час». Понимаете, да? То есть уже как бы причина – это ноль сердечек, и нажали кнопку. Следствие показывает, «На сегодня сердечки закончились». Всё банально, максимально понятно, но я вам должен озвучить эту технику тест-дизайна. Причина – следствие. Потом следующее – это что-то похожее, но тут уже предугадывание ошибки. Error guessing. То есть мы сидим и предугадываем. Мы такие оракулы, ванги и предугадываем ошибки. Опять же, заходим в приложу. Всё же на примере. Оно лучше смотрится, даже когда такой банальный проект, но хотя бы с примерчиками. Вау, красиво. Сделаю логаут. Зайдём на страничку с регистрацией. У нас здесь есть email. И давайте мы с вами сейчас попробуем предугадать, какие могут быть ошибки, когда мы что-то введём в email. Две собаки. Две собаки. Воу. Хорошо. Ну, то есть это неправильный формат email. Email, две собаки. Давайте вот так, email.com. Две собаки. Зарееструваться. Опа, неверный формат email. Неправильный формат. Хорошо. Какие ещё варианты? Предугадываем, что в email может быть. Без собаки. Окей. Наверный формат. Ещё варианты. Вот, ничего не вводить. Хорошо. Предугадываем. Давайте сейчас по очереди каждый мне по варианту будет называть. Кто называл, уже не называйте. Да, пустое. Пробуем. Не. Запомнить полное email. Видишь? Говорит Фейва. Не получается. Вадим. Предугадывай. Без точки, да? Email. Email. Ком. Видишь? Не, не хочет. Юра. Да. Всё капсом. Всё капсом. О, видишь? Тоже предугадывание. О, отлично, да? Email. А, ладно. Email. Email. Ком. А, сейчас. Ком. О, видишь? Капсом прошло. Потому что оно потом приведёт его, наверное, к нормальному виду. Хорошо. Да, да, должно было. А чё нет? Ну, оно ж могло. Да, да. Просто email, он не case sensitive. То есть, ты не можешь такой же создать email. Юра. Собачка. Gmail.com. Только вот сделать его в camel case. Большой, маленький, большой, маленький. Это же будет тот же email. Поэтому. Михаил. Оба. На русском. Рус. Нет, нет, извиняюсь. Вот так вот можно? Украинскую мову. Так, привет. Она не хочет. Давайте не будем проверять, потому что сейчас я буду разбираться, как язык перевести тут на мобилке в симуляторе. Не важно. Ну, хороший вариант, да, с русскими символами. Костя. За двойку. Ну, задвойный, да. О, видишь? Не хочет. Оп. Андрюшка. Ой, email в начале пробел. О, отлично. Да, предугадываем ошибочку, да. Оп, и теперь пробелчик сюда добавляем. Оп, видишь? Оно режет. О, видишь? А поможет это уже... Да, я пофиксил, да. Видишь? Ты email добавляешь, он не дает. А давай в конец попробуем. Вы уже называли, да, Жень? Хорошо. Ром? Ну, можно еще запрещенный символ, наверное, в начале класса. Запрещенный символ, не знаю, вот такой можно? Ну... Звезда. Нет, звезду нельзя. Нет, название там нижней. О, здесь звезду можно. Не подчеркивай, а тире. Тирешку можно. Да. Видишь? Символы можно. А вот здесь можно в домене? Нет, нельзя. Хопа. Неплохо. Все слитно. Все слитно, ты имеешь в виду без точек? Сомат и без точек. Да, видишь, не проходит формат email. Да, в принципе, нормально. Мы попредугадывали, какие ошибки у нас могут быть. И видите, у меня валидация нормально отработала. И все, багов мы не нашли. Все, супер. Вот вам и предугадывание ошибки. Сидим такие и угадываем. Вот и вся техника тест-дизайна. Она такая не очень формализированная, как boundary values, либо equivalence partition. Но тоже чем не техника? Сидим, предугадываем, да? Здесь cause effect, причина, следствие, причина, следствие. То есть разницу понимаем, да, немножко? Что-то нажали, получилось то. У нас какое-то значение, значит то. А здесь сидим и такие, ну, что будет, если... Хорошо, следующее. Делюсь опытом. Я, как начинающий тестировщик, пришел, не знал, что такое тестирование. Мне сказали, садись, тестируй. Дали сайт, дали компьютер, сижу, тестирую в офисе. Вообще не знал, что такое тестирование. Вот, вообще. Но пришел, думаю, ну, сейчас я буду вам ломать сайт. И начинаю там с ввода каких-то символов, там пустые поля, не знаю, пробелы, какие-то там эмейлы без собачек. Как вот это, что вы еще там, в капслоке. Короче, начинаю выдумывать просто все подряд. Все, что в голову лезет. Дубликацию два раза одно и то же. Ну, короче. Вот. Но. Это не есть хорошо. Потому что что? Потому что первое, что мы должны протестировать. То есть мы сейчас зашли и начали сразу тестировать, ломать систему как будто. Не люблю вот эту формулировку, что тестировщик ломает, потому что он не ломает, а находит баги и тестирует. Давайте так говорить. Да, вот ломать. Да, он проверяет. Да, да. Он изучает систему, но он точно ее не ломает. Вот формулировку не выбрал. Да. Улучшает там качество, да, и так далее. Поэтому вот мы сейчас зашли и мы начали ломать. А давайте то введем, давайте то, давайте то. Ну, это мы специально, да, предугадывали ошибку. Но первое, что мы должны были бы сделать. Позитивно. Да. Мы должны были проверить просто, что оно регистрирует пользователя. И потом под этим пользователем можно залогиниться в систему с нормальным обычным имейлом. Нормального формата, без всяких ошибок. Да. Поэтому всегда начинаем тестировать с позитивных случаев всю систему. То есть, если у нас есть выбор протестировать только функции регистрации, залогиниться, разлагиниться. Но мы тестируем и позитивные, и негативные. Это первый вариант. Только вот это, позитивные, негативные. Либо у нас ограниченное время, и у нас есть опция протестировать все остальное. То есть, там, тесты, категории, стихи, аналитику и так далее. Авторизацию, но только позитивные. То есть, в этом случае мы тестируем регистрация, логин, и позитивные, и негативные за 2 часа. А в этом случае за 2 часа мы тестируем всю приложуху, но только позитивные. То есть, не лезем, как говорят, в этот. Без мыла. А, без мыла. Во-во-во, да. Все, понятно. Потому что это ошибка всех начинающих тестировщиков. Вот включай меня, и я кого не вижу, начинающих тестировщиков. И даже на хакатонах они пытаются ломать просто... Там, где не надо, когда вот тоже с хакатона, в пример, сайты наполовину вообще не рабочие нам давали, либо приложухи. То есть, ты там заходишь, ты, не знаю, у тебя есть проблемы, ты не можешь нормально зарегистрироваться, либо ты не можешь нормально продукцию сдать, либо там фильтрация не работает. Но тестировщики, юные, молодые, заходят и начинают ломать конкретное одно поле. Да. Они видят какое-то поле поиска и начинают в это поле поиска. А что, если я там миллион символов введу? А что, если я ни одного символа не введу? А что, если то? А что, если то? Так, извини, друг, у нас система не функциональна для пользователей. Не работает фильтрация, допустим. А ты тут тестируешь одно поле, которое не так важно, можно ли туда миллион символов ввести, либо с пробелами что-то. Запоминаем. Всегда начинаем с позитивных. Когда все позитивные мы протестировали, ну, тоже оно от контекста может зависеть, но когда все позитивные протестировали, тогда переходим к негативным. Тоже в зависимости от того, какие у нас временные рамки, какие ресурсы и так далее, приоритеты. Все, хорошо. Понятно. Если то у нас может какая-то быть медицинская приложуха, как у меня сейчас, так я там должен все тестировать, и позитивные, и негативные, потому что если по медицине что-то человеку выпишет не тот рецепт программа, допустим, то будет нехорошо. Не тот рецепт, не те таблетки. Либо выпишет рецепт, там, не знаю, школьнику, которому 15 лет. И все, юридическое дело, все, приехали. Да. То есть все зависит от контекста. Но в основном начинаем с позитивных. Всегда. Говорю, зависит от контекста, и добавляю слово всегда с позитивных, да? Ну ладно, всегда, но так вот, там, 95% случаев, да? В общем. Все, хорошо. Попарное тестирование. Ну Михаил это наизусть знает, на собесах рассказывает. На практике, скажи. То есть на практике ты его обычно не используешь, но ты о нем знаешь, что его используешь. То есть ты таблицу не рисуешь? Ты его как больше как на подсознании. Допустим, представим случай, что у нас есть, что нам нужно протестировать какой-то сайтик. В Chrome, Mozilla, Safari. Потом нам нужно протестировать к Chrome, да? Потом нам нужно протестировать это на языках English, Deutsch и Украинского мова. Три языка. И это все нам нужно протестировать еще на трех системах, да. Windows, Linux, Mac, Mac. Три системы, да. Теперь начинаем считать, сколько кейсов у нас здесь будет. Chrome нужно протестировать. Давайте резервируем Chrome, резервируем английский. И тестируем вот эту связочку на Винде, на Linux, на Mac. Три тест-кейса. Chrome плюс немецкий. Резервируем связочку. Четыре, пять, шесть тест-кейсов. Chrome украинского мова. Резервируем. Девять тест-кейсов. Теперь мы понимаем, что если есть еще Mozilla и Safari, то сколько у нас тест-кейсов? 27 тест-кейсов. Кто скажет, почему не 27? Почему не 27? Чуть-чуть меньше. Почему? Буквально чуть-чуть. А ну, тестировщики. Кто скажет, тому конфету. Что, мне конфеты, а я сам? Да. Не, не, там разные. Разные. Можешь отобрать конфеты? Давай. Не, не обязательно. Чуть-чуть меньше, чем 27. Почему чуть-чуть меньше, чем 27? Не, ну, хорошая попытка. Не, не, мы еще не тестировали. Мы просто так считали, сколько нам нужно кейсов. Ладно, скажу вам, тестировщики, размышляйте, думайте. Ну, это я вам не в упрек, говорю. Safari у нас есть только на Mac. Па-бам. А эмулятором. Ага, эмуляторов Safari, ты вот. Какой реальный пользователь? Нету эмуляторов Safari на LinkedIn, на LinkedIn. Нету эмулятора. А даже если есть, ну какой реальный пользователь будет через эмулятор заходить на Safari? Нету симулятора. Ха-ха, вот вам и минус тест-кейсы. Короче, тест-кейсов будет на несколько меньше. Да не важно вообще. Ну, короче, чуть больше 20 тест-кейсов нам нужно прогнать, чтобы протестировать вот это все. Какие варианты? Как мы можем уменьшить количество тест-кейсов? Кто знает, тот Миша, тот молчит. На что забить? На какую-то часть забить, да. Да. То есть мы тестируем связочки и предполагаем, что остальные связочки будут работать нормально. То есть мы тестируем. Давайте таблицу рисовать, да. Только таблицу уже на компьютере буду рисовать. То есть представили, так у нас чуть больше 20 тест-кейсов. Теперь есть вот такой вот классный инструмент. Это один из таких инструментов, я нашел. Pairwise онлайн инструмент. И что у нас по интернету? Интернет должен быть. Да, интернет есть. Можно через WB? А, ну что. Тут облом будет. В отечественном будет. О, все. Хорошо. Имя колонки это. Чего у нас первое? Это браузер. 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 Вторая колонка это у нас language. Третья колонка это операционная система. Для вас. Давайте даже еще вот так вот. Хоба. Роу 1. Значение... Нет, подожди. Нам нужно вот сюда. Роу 1, роу 2, роу 3. Ревновать можно? Ну, нельзя. Ладно. Браузер. Language. ОС. Браузер у нас какой? Mac. Ой. Хром. Хром. Мозила. Safari. Потом English. Deutsch. UA. Операционки. Windows. Linux. Mac. Нажимаем волшебную кнопочку. Generate. Парвайз. Загенерировать. Использовать технику тест-дизайна. Парвайз. Попарное тестирование. Вот так в одну кнопку. Чикс. Генерирует. Опа. Сейчас нам файлик выдаст. Скажем, каким приложением на одного тестировщика нерестное поменять. Скажем, да. Не, тестирование это же про думать, а не просто вот машинально там использовать эти техники тест-дизайна. Тестирование это про думать. Ну, ведь что, оно мне даст? Ммм, отвалился интернет. Класс. Проявляется? Не, появился. Все. Тут, говорит, генерирует, а само обманывает интернет. Нет. Все, табличку у меня сохранила. Смотрим на эту табличку. Опа. Посмотрите, сколько у нас тест-кейсов осталось. 9. Как же так? Зададитесь вы вопросом. Она отбросила так. Да, отбросила так. Да. 18 тест-кейсов отбросила. Сейчас мы не берем то, что Safari только на этих, на Mac. Даже если мы возьмем Safari на Mac, еще пару тест-кейсов удалим. Удалим, давай. Вот так вот. Ну, 7, да, получается. Да. Что она сделала? Она соединила комбинации. Сначала взяла Chrome. Chrome с английским, немецким, украинскую мову. И протестировала это на Mac. Нет, допустим, вот с первого начнем. Протестировала на винде с английским языком Chrome. Chrome плюс винда плюс английский. То есть не хватает тест-кейса Chrome плюс немецкий плюс винда. Chrome плюс украинский плюс винда. Да, да, оно взяло связочку. На каждый разный язык на разной платформе. Да, каждый разный язык на разной платформе. Да, отлично, Иван. Все правильно. Взяло потом Mozilla. И каждый разный язык на разной платформе. Прогнуло. И взяло Safari, так как у нас Safari только на Mac. Мы оставили один тест-кейс. И взяли просто английский. Потому что остальные языки мы уже протестировали. Английский на Linux у нас вот протестирован, видите. И английский на винде у нас тоже протестирован. То есть мы предполагаем, что все остальные тест-кейсы у нас отработают позитивно. Да, отработают с ожидаемым результатом. Но бездумно этой техникой пользоваться нельзя. То есть она в интернете и в книжках показывается как вау, супер-пупер техника по сокращению тест-кейсов. Но она очень ситуативная. То есть все-таки у нас может быть связочка там, где оно не сработает. И все, плохо, протестировал. Бах. Система не работает. То есть нужно хорошо знать систему. Опять, тестирование это не только про использование техник тест-дизайна. Это еще думать. Думать, понимать, изучать систему. Поэтому думаем, понимаем, изучаем. Если находим уместным применение техники Pairwise, попарное тестирование, используем. Если есть сомнения, что все-таки в какой-то связочке что-то может пойти не так. Это тоже у вас с опытом оно будет уже вот это чутье. Ну и как вы там на проекте будете работать? Не использовать на критическом ПО. Да, либо не использовать на критическом ПО. Да. Либо медицинская какая-то приложуха, там где, я же говорю, у меня может быть пользователь, которому 15 лет, но он уже курит. Да? Связочка. То есть такая очень редкая, но может быть он уже курит и у него, и он, ну давай, не так жестко. Да, еще и, еще и пьет. Вот. Пятнадцать? Он сейчас пятнадцать. Андрюшка тебя запомнил. Пятнадцать. А, ты что же? Андрюшка такой, так. Все, запомнили. Классная техника, реально уменьшает количество тест-кейсов. Но, 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 но есть но. Бездумно ее использовать запрещено. Потом. Это такой пример вы в интернете найдете. С вот этим вот аналогичный. Теперь я вам пример, который я чаще использую. То есть для чего я использую эту первая технику. У нас есть какая-то форма на сайте. Не знаю, что бы такое показать. Куда-то надо зарядиться. Куда мы можем зарядиться? На Джине. Давайте я логаут сделаю с Джине. Ух ты, е-мое, чуть мою зарплату сейчас не засветил. Слушай, нет, туда мы не будем логиниться. Ладно, давайте. Режим когни там можно. Давайте здесь попробуем зарегаться. Это тут тоже, ну что это за форма? Ладно, давайте вот так. У нас есть форма. Да, в Инстаграм тоже не будем заходить, потому что опять что-то увидите там. У нас есть форма. У нас есть вот два кружочка. У нас есть, знаю, еще что-то. Потом у нас есть, как-нибудь там, не знаю. Хорошо. Сейчас, я вам объясняю. Эта форма, это вот тут будет... Вот тут будет men, тут woman, вот тут будет email, вот тут name, а вот тут, не знаю, country. Это будет дроп-даун. Страна. Ну, кнопка это все сохранить, понятно, да. Так вот, как мы можем использовать... И, допустим, таких полей у нас может быть на форме, не знаю, 50. Каких-то полей просто заполнить какую-то, не знаю, регистрацию на визу в Канаду, там 200 полей, говорят. Что мы делаем? Мы берем, смотрим, какие у нас могут быть входные значения в каждом из этих полей. Допустим, здесь men, woman. Добавляем сюда gender, men, woman. Берем страна. Добавляем сюда страны. Countries. Не знаю, пускай еще там. A, UK. Хорошо. Берем имя. У нас может быть name валидный, либо какой-то невалидный, допустим, там пустой. Ладно, давайте я вам сделаю поблажку. Так некрасивый, да? Ладно, да ничего страшного. Валидный, пустой, не знаю, очень длинный. Что еще? А, email, да? Прям какой-то раздел. Email. Валидный, инвалидный. Помню, как-то у нас на паре по программированию, Андрюшка, преподаватель Алексеев. Что-то там он программирует в Паскале. А мы же все сидим таки, о, программирование. И тут вылетает ошибка, а там что-то ошибка была. Invalid parameter passed to function. Невалидный параметр был передан функцию. И там вот большими буквами, таким красным, invalid. И как его зовут? Семенов. Семенов кричит с последней парты. Invalid! Ну, invalid, invalid. Препод такой стоит. Типа, что тебе такое сказать? Пошел ты нахер. Invalid. Ну, и пускай все. Возможных тест-кейсов. А если у нас так 50 полей, то вы представляете, как эта таблица увеличивается. И у нас здесь, давайте будем считать, сколько комбинаций. 2 умножаем на 4. Ого, это 8. 8 умножаем на 3. Что-то 24. 24 умножаем на 2. 48 тест-кейсов, чтобы протестировать эту форму. Без всяких там выкрутасов. 48 тест-кейсов. И что? Можно же головой поехать. 4 голимых поля. И то страна только... Только 4 страны, да? То есть, опять же, исчерпывающее тестирование невозможно. Определяем позитивные кейсы. Ну, я тут и пару негативных, видите, ввел. Используем PR-wise технику. Посмотрим, сколько она нам сгенерирует. Вау. 48 в 13 use-кейсов. 13 тест-кейсов. Неплохо, да? Да. Но, опять же, бездумно не используем. Потому что... Потому что потому... Такая тишина, постоим, да? Часики тикают. Поехали дальше. У нас время, время бабки. Таблица принятия решений. Отлично. С ММАСом. Сейчас мы будем проходить с вами тест. Да. Перерисовывайте пока таблицу, я стираю. Ну, или ММАС. Перерисовывайте себе в эти конспекты. А я пока сотру доску нам. Это она не решала. Наказание госейного проезда. А, да? Принималось решение, да? Как дальше жить? С ним было. Давайте определимся сразу, что у нас обычно бабки возле подъезда решают. Таблица принятия решений, значит, какой-то... Кто кого куда повел. Кто кого куда повел. На какой машине приехала. Кто куда. Сегодня на одной, завтра на второй. А потом оказывается парень у него дилер машин, да? Ну, знаете, это прикол. Все, каждый день на новой машине приезжает к подъезду. Раститутка. Что еще? Какие варианты? Что еще бабки вычисляют? Наркоман, не наркоман? О, Андрюшка, да. Отлично. То есть мы будем принимать сейчас решение. Наркоман или не наркоман? Так, кого у нас сегодня нет. Алексей, скорее всего, не будет ходить, то уже все понятно. Да, да, я сейчас думаю, кого мы будем определять, наркоман или не наркоман. По словам, без условий. Не, бабки видят, обкурен или не обкурен. Обкурен или не обкурен, да. Ну, вот. То есть в итоге мы будем вот тут решать в таблице, наркоман или не наркоман. Нарик. Вот так подпишу. У нас сейчас будет таблица, тут классная. Какие у нас признаки, что человек наркоман? Походка. Отлично. Походка. Походка. Что ещё? Глаза. Глаза. Давайте у нас будет критерий второй глаза. Глаза. Что ещё? Неверон. Запах, да, травы, да, вот что-то может быть. Внешний вид. Что ещё? Ну, внешка, это ж может быть не обязательно наркоман, может быть алкаш, алкаш. Нервный, 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 речь. Ну, речь по наркоману от алкоголика можно отличить, да? Челюсть отвисает. Челюсть. Челюха. Челюсть. Это у нас мы тут решение. Будет принимать наркоман или не наркоман? Наркоман. Да. Теперь мы берём... Ладно, давайте какие-то имена, кого с нами нет. Допустим, имя такое интересное. Я не до... Уже нет или... Или ещё? Я это вообще не видел. Артём. Давайте возьмём Артём, потом возьмём Искандер. Такое имя недавно услышал. Турки и Искандеры. Турки и Искандеры, да. Какие ещё есть имена? Алексей. Алексей? Это уже есть буква А. Артём. Алм, вот так. Какое-то ещё имя такое странное, назовите. Иларион. Иларион, Таи тоже есть. Видишь, Искандер. Риджеп. Риджеп? Тоже буква. Да. Таниша. Таниша? Это девушка Таниша? Это проститутка. А, это проститутка? Это её типа позывала, да? Или как у них там? Позывной. Позывной. Ну, а уже полковник. Уже полковник. Хорошо. Всё, сейчас мы будем определять, кто из них наркоман или нет. Артём, челюсть у него отвисает или нет? Ну, вообще, Артём, когда бегал, я помню. Ну, давайте скажем, что челюсть не отвисает. Как у него походка? Дипидная. Ну, да, кто я кричал? Я помню. Да? Блин, если Артём это будет смотреть? А ты же на сэрл будет, это именно он лучше. О, зелёный не хочет. Ладно. Плюсик, да? Да, блин, тут крестик, тут плюсик. А челюсть? А челюсть он на железе? Так, сейчас вот это перечёркнутое множество тут нарисовал. Всё, кружочек. А глаза у Артёма? Запавшие, не запавшие? Да, Ваня, отвали, блин, не запавшие. Наркоман Артём или нет? Ну, в итоге... Ну, в итоге... Вот, вот, да, 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 да. То есть тут вот это... А вот это уже правила, которые мы вытаскиваем из требований, от менеджера, от клиента и так далее. Из документации, которые нам дают. Мы вытаскиваем эти правила и в итоге решаем. Артём не наркоман. У-у-у-у! Отлично. Искандер. На 70%? Мне кажется, у Искандера должна отвисать челюха чисто из-за имени. Семь, зато из-за имени Артёма. Вот, да. Походка, ну, должна быть такая... Атистармана у Искандера. Быковатая. Быковатая. Походка. То есть вот эта хреновая походка, да? А, уверенная, да? Уверенная, значит, крестик, да? То есть по походке никаких симптомов. И глаза, ну, выпавшие, запавшие, да? Ну, Искандер. Ну, блин, с таким именем? Выпавшие вообще, да? Ну, мне кажется, это наркоман чистой воды. Да. Да. Всё. Это, опять же, мы по требованиям определили, что если вот такие параметры... То есть имена это вот так отдельно. Вот. То есть у нас просто есть... Ну, это просто мы уже начали подгонять кого-то сюда. Для примера. Имена подставлять. Но вообще эта таблица вот так вот может существовать. Без имён. В интернете часто примеры показывают, типа мы дадим кредит в банке или не дадим. То есть в банке составляют такую большую таблицу. Тут какие-то критерии. Наркоман, не наркоман. Работает, не работает. Как давно работает. Сколько денег получает. Сколько уже кредитов брал. Задолженности были, не были. Кредиты уже брал вовремя, выплачивал не вовремя. Какой возраст, какой шанс, что он умрёт. Что у него со здоровьем. Кем его родители, или работает семья, дети, да. В каком городке, в маленьком, в большом и так далее. Куча критериев. Жух-жух-жух. И такая таблица огромная-огромная рисуется. И в конце решается. Ну там у них более сложные алгоритмы. Может не прям по таблице оно идёт. Но принцип тот же самый. И допустим, может там 10 лет назад, когда компьютеров не было, сложных алгоритмов не было, то вполне возможно, что всё там решалось именно по табличке в Excel. Поводили данные там из Кандера. И дали ему кредит, не дали. Бабки определили. Да, наркоман, не наркоман. Ну и Танюха. Таниша. Но Челюха на углублении нормальная. Челюха нормальная? Не знаю, просто придумал. Просто придумал, хорошо. Что у него с походкой? Она заманчивая. Заманчивая. Ну она на наркоманскую похожа. Ой, я уже начал. Речь заплетается. Сейчас Челюха у меня отвиснет. Кружочек. Ага. А что с глазами? А ты смотрел их? Глаза? Я смотрел глаза в глаза. Глаза в глаза. Точно в глаза смотрю? Я в челюху не понимаю. Нормальная Челюха? Челюха нормальная. Я встал на удивление нормальная. А, на удивление нормальная, значит. Пускай крестик. Глаза у... Как её... Это ниша. Никак не мог запомнить её имя. Слушай, интересно. Как вы думаете, наркоманка или нет? Ну, походка и глаза. Но Челюха не отвисает. Держит Челюху, скорее всего. Поэтому... Вот вам таблица принятия решений. Есть критерии, есть значения. Здесь не обязательно должно быть true или false. Правда-неправда. То есть мы сейчас крестик нолик, это true-false, да? Правда-неправда поставили. Здесь может быть множество значений. То есть может быть там 1, 2, 3, 4, 5, да? Какие-то там... Не знаю. Критерия, приоритеты там 1, 2, 3, 4, 5 детей. Не важно. Ну и на примере банка я вам тоже рассказал, что могут там составлять таблицу принятия решений в банке. И принимать решение, выдавать вам кредит или нет. Тоже все, я думаю, максимально понятно. Бабульки вот таким вот несложным образом определили, кто у нас наркоман, а кто нет. Тоже у них в голове вырисовалась своя таблица принятия решений. Да, и в зависимости от вот этих значений по этой таблице мы можем уже составлять тест-кейсы. И вот это последнее, это у нас ожидаемый результат. Входные данные, это то, что здесь было. Да. Это по сути степы, как в тест-кейсе, да? Степ, что должно быть вот это, либо прикондишены, неважно. Вот, а ожидаемое значение у нас в последней колоночке наркоман, либо ненаркоман. Все нормально. Ну, я же вам все говорил, все будет с реальных проектов. Все примеры с реальных проектов. Опа. Какая у нас следующая техника? О, граф состояния переходов. Зря я вот это. Обратно, давай сюда. Сейчас будем рисовать вам. Сейчас буду вспоминать молодость. Когда-то давно, года 4 назад, собеседовался на автоматизатора на одну из галер. Не буду называть какую, неважно. И там прихожу на собес. Там узнали, что я учился на системном анализе. А там тоже какой-то чувак сидел с математикой связанный. И он такой говорит, а ты нормально учишься? Я говорю, в принципе нормально. Он говорит, ну хорошо, поехали. Как начал меня там гонять? Ну вот это один собес был у меня в жизни, там, где меня спрашивали по математике, при том, что я шел на автоматизатора. Ну, у вас такого не будет, я надеюсь. Но граф состояния переходов может попасться. Что, что? Да, да, зачем, да, да. Он решил, я не знаю, что он хотел, но техника тест-дизайна, это вот с математики. Граф состояния переходов. Либо по-другому это может называться... Как же оно по-другому может называться? Короче, есть еще одно название, но это об одном и том же. Просто в математике это называется граф состояния переходов. И он мне задал задачку. Говорит, хорошо. Допустим, у нас есть компания, и мы в офисе решили поставить банкомат, который будет выдавать деньги. Банкомат. Вот как я ноутбук нарисовал, так у меня много фантазии нет. Я такой же сейчас банкомат рисую. И вот тут мы вводим карточку. Вот тут вводим пин-код. 1, 2, 3, 4, там, и так далее. И кнопка. Дай мне деньги. А вот тут выдает деньги. Слушай, еще неплохо нарисовал в итоге. Экрана у нас нет, все максимально просто. Вставляем карточку, вводим пин-код, получаем деньги. Все, деньги отсюда получаем. Все, представили. Максимально простой банкомат. Мы своим работникам выдали карточки и выдали пин-коды. Пин-код, опять же, для простоты 4 символа. И вот пришел день зарплаты, стоит очередь. За зарплатой в офисе работа стоит. Никто работать не хочет, все хотят получить деньги. И он мне говорит, как ты будешь тестировать эту систему, используя технику тест-дизайна, граф в состоянии переходов. Она как-то еще по-другому может называться. В книжках загуглите. Михаил, не помнишь, как называется? Нет? Ну, давай. Ну, вы все равно, если увидите в статьях где-то, то вы поймете, потому что оно будет, загуглили, пошли уже, да? Оно будет так же само выглядеть. Я ему говорю, хорошо, начинаем мы с чего? У нас первое состояние системы — это тишина. Никто тебя не трогает. Все, банкомат стоит. Это первое состояние. Давайте черным. Первое состояние — это... Покой. Вот, да. Покой. Какое у нас следующее может быть состояние? Упокой. Упокой. Лан, спасибо, давай по делу. Какое следующее состояние системы может быть? Запуск, когда пользователь что сделал? Ввел карту. Делаем переход. Математика — это как называется, Андрюшка, этот переход? Реброу, либо, может, ну, ребро, я помню, еще как-то может назваться. Реброу, переход у нас со стрелочкой, да? Карта. Карту вставили. Ну, понятно, что мы можем представить, что вот это ребро у нас означает, что пользователь вставляет карту, тут он ее довставил. Чикс. Следующее состояние системы — карта вставлена. Какое следующее состояние? Вводим пин-код, да. То есть мы ждем, пока пользователь введет пин-код и нажмет засубмитить. Мы это все возьмем в одно состояние для простоты. То есть мы можем взять состояние там, где пользователь ввел пин-код, там, где пользователь... Это отдельное состояние. Можем взять состояние там, где пользователь нажал кнопку «Отправить» и систему проверяет. Ну, короче. Будьте здоровы. Следующее состояние — это ввели пин-код. Какое следующее состояние? Правильный или неправильный? Да. То есть тут мы с ним там разрисовывали, конечно, уже не граф состояние переходов у нас там целая была. Вот, не знаю, карта, попытки, да, вот попытки. Мы с ним еще с попытками. Я не знал, как их нормально нарисовать. То есть я начинал рисовать, короче, сам в себя. Ну, такая есть в графе, что сам в себя. Еще раз, если неправильный. Вот. Ну, тут два состояния. То есть отсюда... То есть это какой-то пункт в графа, что до них. Нет, возвращаешься в себя, да, пошло до этого зрения. Да, по сути, да. Хорошо. Хорошо, следующее это... Следующее состояние это у нас верный. Верный пин. Верный пин. Неверный, да? Верный пин. Хорошо, отсюда у нас какие состояния? Верный пин. Какое следующее? Верный пин. Бабки? Бабки. Бабки. Нам было доллары рисовать. Нарисую тут доллары. Да, Михаил. Да. И следующее состояние. Отдаем карту. Чикс. А если бабок нету, да, 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 да. То есть эта диаграмма очень сильно разрастается. О, отлично. Женя. За это я тебе конфеты даю. Ну, потому что думать, думайте вместе со мной, да. То есть мы сейчас банально размышляем. Опять же, это мы берем банкомат, который всего лишь умеет... У которого даже экрана нет. Да, который всего лишь принимает карту и все. И неверный пин-код. Состояние следующее. Это введите еще раз пин-код. Да, да, да. Введите еще раз пин-код. То есть оно должно вернуть по логике неверный пин и здесь разветвление. Если неверный пин три раза уже ввели, то оно, допустим, может там съесть карту или заблокировать карту. Вот. То есть может пойти вот сюда. Если мы только один раз, либо два раза неверный пин ввели, то оно возвращается... То есть тут проверочку, да, можно дописать вот эту. И здесь вернуть обратно. Как будто состояние только вставили карту. Либо будет состояние... Вывели неправильно пин-код. Попробуйте еще раз, да. Отдельное будет состояние системы. Да. Ну мы для простоты обратно вернулись сюда. И такой граф состояния переходов. Прикиньте, сколько тут кейсов можно придумать для самого банального банкомата. Выдуманного, который только запешку выдает. Вот. И это реально используется на практике. То есть Pairwise не так часто используется на практике. А это я использую даже как разработчик очень часто. Когда я что-то разрабатываю, оно просто не ложится все в голове. Все случаи вот эти. То есть у нас ограниченное количество, не знаю, оперативной памяти или чего там в голове. Что все эти случаи, все переходы я просто не могу запомнить. Ну почти как блок-схема, да. Ну это блок-схема немножко другая, мы позже разберем. Но да, аналогично. Есть состояние, есть переходы. О, Андрюшка. Что, Михаил? Да, классный вопрос на собеседовании. Что, что, классный? Классный вопрос на собеседовании. А когда там разрастается система, то там уже какие-то сложности. Потом раз, вы дорисовали, а потом такие думаете. В каком-то моменте оно что-то, какая-то есть нестыковочка. И вот во время этой нестыковочки вы идете, собираете как тестировщики разработчика, менеджера, показываете ему граф состояния перехода, вы говорите, смотри, вот если мы то ввели, то ввели, отсюда сюда перешли, у нас тут нестыковочка. Или мы шли-шли-шли, но мы не продумали вариант вот здесь, там, где у нас нет денег в банкомате. То есть в голове мы представили, у нас банкомат должен работать, все отлично, поставили этот банкомат, но не додумались, что если в банкомате деньги заканчиваются, в какое состояние система должна быть. То есть очень классная техника тест-дизайна максимально. И потом, основываясь на этой технике тест-дизайна, мы пишем тест-кейсы. Или чек-листы. Мы пишем тест-кейсы, мы как бы идем. Андрюшка, помнишь, как называется путь от начала графа в конец самый быстрый? Самый критический. Да, ну это так, в сторону. Так вот, мы тест-кейсы как составляем? Мы берем, у нас есть состояние, переход, состояние, и мы можем тест-кейс вот здесь написать. Когда вставляют карту в банкомат, то показывается окошко, карту вставили, введите пин-код. Когда при кондишен тест-кейса, что карта уже вставлена, это уже второй тест-кейс, при кондишен карта вставлена, действие, пользователь ввел пин-код, действие, пользователь нажал кнопку, дай сюда деньги мои, ожидаемый результат, ввели пин-код, ожидаемый результат, и, допустим, и здесь мы уже идем, два тест-кейса у нас будут. Первый тест-кейс, когда ввели пин-код верный, тогда выдает бабки. Второй вариант, второй тест-кейс, когда неверный пин-код, да? А потом мы уже думаем, так, а мы же пин-код можем не один раз ввести верный, неверный. И мы уже тест-кейсы пишем, что когда три раза неверный пин-код, Это еще один тест-кейс будет. Когда один раз неверный пин-код, либо два раза неверный пин-код, то оно возвращает обратно, вот сюда, в состояние системы. Банальный случай, но уже куча тест-кейсов можно по этому графу составить. Когда система сложнее, более связана с реальностью, граф состояния переходов, вот даже так, не знаю, короче, очень классная штука, да, Михаил? Тестирование требований. Ты продумаешь в голове, понимаешь, да? А когда система сложная, допустим, я сейчас работаю с системой, оно не вмещается, просто тупо. Я могу в голове удержать максимум, ну там, если взять, что вот это вся наша система, то в голове я могу удержать только один кусочек, потому что тут внутри еще куча всего происходит. Да, куча разветвлений здесь. Я просто не могу удержать. Поэтому очень помогает, я вот, не соврать, но, не знаю, раз в пару недель мне приходится писать, рисовать такую диаграмму. Даже если для себя, даже если я никому не показываю, я разрабатываю какой-то функционал, я для себя нарисовал, все, я понимаю, какие-то случаи продумал, все, класс. Следующее, use case. Михаил, знаешь, что такое use case? Пользовательский сценарий. На практике встречался на каких-то проектах с use case? Не помнишь, что это даже? Ага, вот так, видишь, а повторение, это мать учения. Сейчас разберем. Ну, ни разу не спрашивали, ну, просто это надо понимать, что такое есть. Ну, и ребятам, если они в первый раз услышат, что такое use case, зайдут в интернет, ничего не поймут, да? Вот ты сейчас забыл, что это такое, но надо хотя бы понимать, что это. Тест-кейс — это документация, это требование. Сейчас мы примеры use case'ов посмотрим. Не, наверное, нет, не знаю. Так, заходим, смотрим примеры use case'ов. И техника тест-дизайна основывается на use case'ах, пользовательских сценариях. Я поискал по интернету нормальные use case'ы, нашел только на одном сайте примерчики, плюс-минус, как это там, плюс-минус похожие на реальные. Пример один. Так, видно, видно, понял. Пример один. Разблокировать учетную запись пользователя. Use case. Пользовательский сценарий. У нас в use case'е есть... Сейчас не записываем, не так важно. Мы сейчас техники тест-дизайна смотрим, а не что такое use case. У нас в use case'е есть действующие лица, администратор, система — это роль администратора. Потом цель use case'а — изменить статус учетной записи на активный. Следующее — это предусловие. Учетная запись пользователя неактивна. Успешный сценарий. Администратор выбирает пользователя и активирует разблокировать на сайте. Система переключает пользователя и показывает, что пользователь там разблокирован. Результат — учетная запись пользователя была переведена в статус активный. На что похоже? Да. Очень похоже на тест-кейс. Но это создают обычно пользователи, либо заказчики, либо менеджера, либо бизнес-аналитики для разработчиков. Это требование. Очень похоже на тест-кейс, да. Но тест-кейс более детальный. А это общее, скажем так, общее поведение пользователя. То есть в тест-кейсе мы конкретно указываем, что мы ввели цифру 5 в вот это поле, цифру 10 в вот это поле. И получили результат сумма равно 15. Вот это тест-кейс. А здесь общее. То есть вводим в поле первое значение, вводим в поле второе значение. Пользователь видит в результате значение суммы первых двух полей. Вот это больше как use-кейс. То есть понятно, да? От заказчика, от клиента, либо от менеджера, либо от бизнес-аналитика прилетают вот такие требования на разработку задачи. Отдаются эти требования тестировщику и разработчику. Тестировщик смотрит. И начинает, опять же, анализировать. Смотрит. Хорошо, а что если так? Что если так? Опять же, там начинает предугадывать ошибки, смотреть, есть ли здесь какие-то противоречия, есть ли что-то там не учтено. Как мы еще там... Что мы еще можем такое придумать? Хотел еще вам что-то помолоть, такие какие-то примеры, просто чтобы у вас мимо ушей прошло, ничего в голову не приводит. Да, Андрюшка? Узер-стори почти одно и то же, да. Да-да-да. То есть тебе, наверное, приходят от менеджера юзер-стори. Юзер-стори это почти как юз-кейс, только юзер-стори это, насколько я понимаю, более высокоуровневая. То есть просто там... Да. А здесь более детально, видишь, расписано, что вот какие роли, цели изменить, то все. Техника тест-дизайна, юз-кейс, пользовательский сценарий. Смотрим на юз-кейс и думаем, что тут может быть не так. Или думаем. Хорошо, у нас есть вот такой юз-кейс, вот такие требования. И по этим требованиям мы пишем тест-кейсы. Мы пишем тест-кейсы, чтобы они удовлетворяли все требования, которые нам прислал менеджер. То есть смотрим сюда, на каждую строчку, на каждое слово, и мы должны понимать, что мы должны это протестировать в наших тест-кейсах. То есть понятно, да? Читаем, и мы должны не протупить и все протестировать. Все, что тут написано в юз-кейсе. Следующее — это исследовательское тестирование. Да, Костя. Все, давай, лети. О, уже время у нас. Смотрите, кому надо лететь, то вы не стесняйтесь сразу раз и полетели. Да, давай, счастливенько. Потому что уже девять вечера? Все, давай, так. А, у тебя завтра первый рабочий день. Все, давай, Михаил, вали, будем сейчас тут. А, я сейчас, блин, самое интересное, Михаил, ты пропускаешь бонусы. Ладно. Видосик, да, через две недели жди видосик. А чем дальше, тем сложнее их редактировать. Лень. Все, давай, не забывай. Так, хорошо. Исследовательское тестирование. Exploratory testing. Это подход к тестированию, в котором изучение, тест-дизайн и тестирование выполняются одновременно. Вы прочитаете это еще в книжках, в статьях тестировщики. Как это выглядит на практике? Приходит тестировщик на новый проект, либо не на новый проект, не знаю, на своем же проекте, в принципе, может какой-то функционал начинает тестировать. И как обычно выглядит тестирование? Тестировщик приходит, составляет какие-то тест-кейсы, чек-листы и потом начинает тестировать. Вот, exploratory testing — это изучение, тест-дизайн и тестирование одновременно. Ты пришел на новый проект, ты заходишь и начинаешь клацать систему, что-то там выбирать. Ну, короче, изучать систему. Начинаешь клацать. Заходить туда, заходить туда, смотреть тот, смотреть там. Одновременно составляешь тест-кейсы, либо чек-лист. То есть, увидел что-то в системе и такой думаешь, так, ага, вот сюда нужно будет обратить внимание и вот это протестировать. И одновременно тестируешь. То есть, понятно, да, что такое исследовательское тестирование? Это тестирование, которое основано на опыте тестировщика. Изучение, составление тестов, тест-дизайн и тестирование одновременно. Так, делимся опытом. Узкейс с водителем грузовика. Был когда-то у меня проект. Там я тестировщиком работал, ручным. И проект завалился, стартап, короче, неважно. Проект в чем заключался? Это был как будто Uber для водителей грузовиков. Да. Мы его начинали делать. И вот пришел юзкейс. Здесь пришло требование, что водитель должен в приложении видеть, через сколько он доберется до определенного места. Либо какое расстояние. Не знаю, тысячу километров, тысячу сто пятьдесят километров. Ему до цели, до точки. Ну, все же такие, да, окей, хорошо. Там использовались, кстати, не Google Maps, а какая-то другая система. Слушай, не помню, как называется. Какие-то другие карты. Так вот, пришли вот эти требования от заказчика. Мы собрались с командой и начинаем думать. Так, хорошо, что нам нужно сделать? Нарисовали там диаграммы, там мы полдня где-то сидим, общаемся, смотрим диаграммы, думаем, как мы это в коде будем делать, как мы это будем тестировать. Короче, такое планирование, сессия планирования у нас. Тут раз там все побежали курить, я что-то сижу, прилетает мне смс-очка от папы. Причем тут смс-очка, при том, что я когда работал на заводе, там я аж на телефоне был с грузовиками, да, с водителями грузовиков. Сейчас, сейчас подвяжу. Сейчас подвяжу. Тут тоже водители грузовиков. И я вспомнил случайно, что грузовики, допустим, у нас в стране не могут ездить по всем дорогам, по всем мостам. По центральному мосту в Днепре грузовик не может проехать. Через город, не по всем улочкам, да. То есть там ограничения по тоннам, короче, все серьезно. Да, по высоте, да, да, и так далее. Так вот, а эта система карт, вот это не Google Maps, а что-то другому использую, не поддерживала это, да. А мы уже, мы размышляем, сидим, все, проект взлетит. Тут мы сидим, тут они приходят с перекура, такие, ну, такие на взводе, все, сейчас будет у нас классно. Я говорю, так, ребят, тут такой нюанс есть, что юзкейс с водителем грузовика не пройдет, потому что эти карты не поддерживают грузовики. И все, и приехали. Как вопрос решился потом, не помню. Было годика три с половиной назад, может, четыре. Да. Это вам про тестирование юзкейсов. То есть часто тестирование, это даже не про техники тест-дизайна, а опять думать. Думать, какой-то опыт, размышлять, исследовать систему. Хорошо, бонус техники тест-дизайна для своих бесплатно. Это те, которые какие-то я называю как авторские, потому что я их придумал. Ну, не то, чтобы я их придумал, может, кто-то их и использует, но просто я их не видел в других статьях. А что-то видел, но оно похоже, но немножко не то. Так, ладно, поехали. Шляпы, роли. Техника тест-дизайна. Допустим, как я работал в Casting Networks. Это, представьте себе, фриланс-платформу для актёров. И там были роли. Роль кастинг-директора, роль актёра и роль агента актёров. Агент актёров — это тот, кто управляет этими актёрами. Вот три роли. И техника тест-дизайна в чём заключается? В том, что я беру и представляю. Мне пришли какие-то требования. Я беру и представляю себе в голове. Хорошо. Я как бы надеваю шляпу на себя актёра и начинаю представлять. Хорошо. Как на систему актёра это всё повлияет? Как будет вести себя данная функциональность для актёра? Потом надеваю, снимаю шляпу актёра, пишу тест-кейсы по актёру. Потом надеваю шляпу кастинг-директора и размышляю. Хорошо. Для кастинг-директора как это будет работать? Снимаю шляпу агента, репрезентатив. Тоже размышляю. Хорошо. Агента может быть несколько этих актёров, может быть пару тысяч. Так. Кастинг-директор, как они там связаны. Или я как агент размышляю над этой фичей. Всё. То есть такая техника тест-дизайна. И так мы и создаём тест-кейсы. Опять же, про думать, изучать систему, размышлять. Опять же, я не подписываюсь, что это моя техника тест-дизайна. Но вот что-то похожего не видел. Потом следующее. Это понятно, что это такое есть. Но это не как техника тест-дизайна. Это больше как, не знаю, подход к дизайну системы, либо каких-то фич. У нас есть граф состояния переходов. Это аналогично. Только здесь у нас есть немножко другие, скажем, единицы. Там у нас есть только состояние и переходы. То есть состояние и переходы стрелочки. И какие-то значения. А здесь у нас ещё добавляются... Ну, основное это то, что вот такой ромбик. А в этом ромбике обычно какой-то вопрос. В ромбике вопрос в блок-схеме. И этот вопрос обычно нет идёт в сторону, вправо. А да идёт вниз. Это такой общепринятый формат. Да, вниз. Да, вниз. Нет в сторону. Да. Ну, давайте посмотрим. Я примерчик вчера набросал или позавчера. Вход — это восстановление пароля. Опять же, кружочком обозначаются входы и выходы в систему. Выход — это когда дальше никуда больше не идёт. Вход — это... В него никто не входит. Начало системы. Восстановление пароля. Проверка. Вопрос. Эмейл-формат валидный. Если не валидный, показываем ошибку. Если валидный... Следующий вопрос. Такой эмейл есть уже в базе данных? Если такого эмейла нет в базе данных — ошибка. Если эмейл есть в базе данных, письмо с новым паролем отправляется. И сообщение пользователю, что вам отправлено письмо с новым паролем. Хорошо. Сейчас, секунду. В тест-дизайне мы используем блок-схему. Опять же, мы можем сами её нарисовать. Аналогично с графом состояния переходов. State Transition Diagram. Либо какой-то менеджер, либо разработчик может это сделать за нас. Либо бизнес-аналитик выдаст нам блок-схему. Она, конечно же, будет в 10 раз сложнее, чем то, что я нарисовал. И мы по той схеме идём и создавляем тест-кейсы. То есть идём путь вот этот, допустим, отсюда. Идём сюда. Оп, написали тест-кейс. Потом следующий тест-кейс. Отсюда. Идём сюда. Оп, написали тест-кейс на вот этот кусочек. Потом тест-кейс на вот этот переход. Эмейла в базе нет. Эмейл в базе есть на вот этот переход. И вот так вот эти переходы уже транслируем в наших тест-кейсах. Следующая. Так резкая. Перешёл с ноги. Adhoc обезьянка. Если уже забыли, 100% забыли. Исследовательское тестирование. Это тестирование, это изучение, составление тест-кейсов и тестирование одновременно. Adhoc или тестирование обезьянкой. Это тоже самое. Но в чём разница? Adhoc это такой, скажем, рандом. То есть неопытный человек занимается adhoc-тестированием. То есть представьте, что вы своей маме даёте, мол, протестируй сайт. Вот это adhoc-тестирование. Она просто будет клацать, так, ну, там, не знаю, что-то вот. Открывается, работает, она даже не будет понимать, что там происходит. Дайте ей сайт на английском, то вообще. Вот так представляете себе adhoc-тестирование. Adhoc-тестирование — это безопытного тестировщика. Юра, ты, да? Ну, в принципе, каждый второй из вас, получается. А, ну, каждый, да. Кто остался? Да. Исследовательское тестирование — это опытный тестировщик садится, и он системно подходит к этой задаче тестирования. Adhoc — это как обезьянка, просто monkey-тестинг. Такой вот, а-ля-ля, весело. А давайте попробую сломать вам сайт, поводить неправильное значение, да? А опытный тестировщик уже сначала с позитивных кейсов найдет, понимаете, да? Так, и фишечка есть на Android. Интересная такая тулза. Может, да не, Михаил точно не знает, Дима точно не знает. Не, я думал сказать, что, может, Михаил знает, не знает. UA Application Exerciser Monkey. Monkey — это обезьянка, exerciser — это тренажер, да? Что-то такое exerciser, тренажер. Что делает эта программа, да? Программа. Эта программа, ты ее запускаешь на Android приложении. То есть у тебя есть Android приложение какое-то. Android приложение в файле АПК. Знают Android юзеры, да, что такое АПК файл. Это такое заархивированное приложение твое. И ты берешь и скармливаешь вот этой программе, UI Application Exerciser Monkey. Ты скармливаешь этой программе АПК файл. Вот. Package Name — это, короче, название твоего приложения. Разные тут опции. Есть, что оно делает. Оно, как обезьянка, начинает просто долбить твою приложуху. Ну, просто Android начинает, Android открывает твое приложение и начинает в приложении отсылать ивенты, как будто пользователь нажимает на кнопки. И вот так вот подряд. Для чего это делается? Для такого, ну, стресс-тестирования приложухи. То есть просто бьет по всевозможным кнопкам. Оно даже не знает, куда оно бьет в рандомные. Еще какие-то ивенты оно там отправляет. Не важно. Ну, представляете, что просто оно клики отсылает, ивенты кликов. И так мы стрессово тестируем приложуху, что она выдержит там. И запускаем там, не знаю, на ночь вот эту обезьянку. Она клацает, а потом с утра мы просыпаемся и смотрим, приложуха наша отвалилась или нет. Сгорел телефон или нет, да. Если сгорел, то мы тогда можем посмотреть ошибки. Ага, а из-за чего сгорел? Куда это так наклацала эта обезьянка, что у нас сгорела приложуха? То есть оно на каждый пик дает информацию? Нет, нет, нет. Ну, в конце, если у тебя какая-то ошибка будет, что приложуха завалилась, то тогда ты уже сможешь по ошибке понять, что она там завалилась. Скорее всего. Ну, разработчик сможет понять. Да, тестировщик вряд ли. Ну, это просто такая фишечка, что есть такая... Тоже опять на собесе можно это использовать, если заходит речь про смог тестирования и еще что-то. А если тестировщик сможет понять, что она завалилась, то как я буду там видеть этот рабочий, или что он рассказывает. Репортик ему скажешь. Да, смотри, приложуха завалилась, вот тебе логи. Ты можешь ему логи скинуть. Ты же эту манки будешь запускать на своем компьютере. Ты запускаешь эту обезьянку, и тебе логи высыпятся потом такие. Вот приложуха упала. Образно так. Ну, это тоже, ну, это такое. Это я вам просто для примера, для общего развития рассказываю. И на собеседовании, опять же, это можно рассказать. А вот я знаю, что в манке тестирования есть в андроите такая штука. И вот рассказывайте, что я вам рассказываю. Она там клацает-клацает. Можно поставить там на ночь и потом с утра просмотреть, упала приложуха или нет. И в принципе все. То есть это я вам рассказал фишечку больше, как для собеседования. Выпендриться. Потом разговорчики, driven, техника тест-дизайна. Это от меня, может, есть что-то аналогичное. Нам пришли требования. Мы читаем требования, изучаем. А потом берем и тащим разработчика на кофе. И начинаем с ним разговорчики. Слушай, я там видел, вот такая фича пришла. А давай с тобой вместе почитаем требования. Мы начинаем читать требования, и ты начинаешь разработчика расспрашивать. Ты его расспрашиваешь. Слушай, а что если у нас там будет вот так? А как ты будешь разрабатывать приложуху? А что если пользователь зайдет сначала на мобилки, а потом на веб-версии в эту фичу? Ничего не сломается? А что если пользователь введет неправильный email? А что если у пользователя есть тысячу друзей в контактах? А что если у пользователя нет друзей в контактах? То есть ты начинаешь разговорчики с разработчиком. И в какой-то момент, это очень классная техника, может, даже самая эффективная из всех, что я вам называл. А в какой-то момент разработчик такой сядет, такой, и вот так вот скажет. Потому что ты ему какой-то вопрос задашь, а он подумает, что у него в коде, что у него в коде там какая-то несостыковочка. Вот. Помните, я вам показывал, что вот есть там у нас бэкэнт, и на бэкэнде куча всего там происходит, вообще непонятно что. И вы просто спрашиваете, а как оно будет кэшироваться? Слушай, а ты кэшировать будешь вот эту фичу? Он такой, ну да, буду. А ты его спрашиваешь, а как ты будешь проводить инвалидацию кэширования? Помните, инвалидация — это удаление либо заменение старых ненужных данных с кэшем и убираем. И разработчик такой сидит. Вот этот тестировщик попался. Но на самом деле разработчики потом благодарны таким тестировщикам, потому что лучше это обсудить в начале, до того, как код написан. Вот эти все моменты. Чем после того, как код уже написан, и вот у вас бах. То есть разговорчики, общаемся. Общаемся, расспрашиваем. Куча вопросов может быть по фиче. Даже глупые вопросы задаете. Разработчик думает, блин, ну какую-то банальную он вещь задает. Но эти глупые вопросы могут натолкнуть разработчика на какие-то размышления и на то, что он знает, а вы не знаете про код, про систему. Все понятно. Разработчик. То же самое с менеджером. Вы тащите менеджера. Менеджера бывают и такие классные, которые разбираются в системе лучше, чем разработчики. Ну, в смысле, как бизнес. Для бизнеса. И вы с точки зрения бизнеса расспрашиваете, а что если так? А что если у пользователя закончились деньги? А что если у него уже есть подписка оформленная? А что если у него подписка истекает у этого пользователя? Там, не знаю. А что если пользователь у нас забанен? Эта фича будет работать для забаненных пользователей? И так далее. То есть вы начинаете разговорчики. Разговорчики, вопросики. Все понятно. Техника вот такая просто. Работает на вора. Следующее это Analytics Driven. Тоже нигде не слышал. Могу выебнуться, сказать, что авторская. Но опять же, может кто-то уже ее придумал. Я патенты не завожу. Других патентов не видел. В этой технике тест-дизайна. Но вам расскажу. Опять же, если вы на саббесе расскажете, я вам скажу, что это за техника тест-дизайна. Вы такие, видео такое-то. Смотришь, там наушнички даешь. И пускай слушает. Техника тест-дизайна Analytics Driven. Часто на проектах, особенно на больших, у нас есть мобильное приложение. И пользователи, не пользователи, разработчики подключают к каждой кнопке, к каждому инпуту ивент аналитики. Допустим, ты нажимаешь в мобильном приложении залогиниться, пошел ивент в аналитику. Что пользователь такой-то нажал на кнопку залогиниться. Ты вводишь что-то или открываешь какую-то страницу в приложении, пошел ивент, была открыта вот эта страница. Через 5 секунд ты перешел на другую страницу. Пошел ивент, ты перешел на вот эту страницу. То есть слежка идет всегда. Да. Слежка все время идет. Сколько ты секунд на какой странице провел, особенно не всегда, а в больших проектах в основном идет слежка. За нами это аналитика. А потом, в зависимости от аналитики, они там могут какие-то фичи менять, включать, выключать, там, не знаю, менять стоимость подписки, что-то элементы двигать какие-то на странице, если пользователи плохо нажимают какую-то кнопку, увеличивать кнопку, могут смотреть по аналитике потом, как она там хорошо нажимается плохо. Свет менять, дизайн. Короче, вы поняли. Вот это аналитика. По нажатию что-то, какой-то ивент улетает, а потом в большой таблице можно посмотреть эти ивенты. Пользователь нажал, пользователь открыл страницу, пользователь перешел на экран там и так далее. Пользователь что-то ввел. Так вот, возвращаясь к технике тест-дизайна. Техника тест-дизайна заключается в том, что мы, как тестировщики, смотрим на таблицу аналитики, на вот эти вот логи, можно сказать, на записи эти в аналитике. И мы смотрим, составляем тест-кейсы, допустим, по критериям, куда пользователи чаще всего заходят. То есть какой функционал самый важный для пользователей. И тест-кейсы мы уже приоритизируем, те, которые, скажем, более важные для пользователей. Потом в аналитике часто еще можно посмотреть пути пользователей. Допустим, в Google Аналитике можно посмотреть, что пользователь был на главной странице, потом с главной через 30 секунд перешел сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. И мы можем уже написать тест-кейс. То есть посмотреть, какие главные переходы. И мы по этим главным переходам, по главным кликам можем составлять тест-кейсы. Классно? Максимально гибкая модель. Максимально гибкая, да. Это опять же про то, что думать. У вас на проекте может быть что-то еще, и будет какая-то своя техника тест-дизайна именно для вашего проекта. Тут я рассказываю первые, там, не знаю, 10 техник. Это те, которые в книжках описаны, которые для большинства проектов. А это я рассказываю просто уже на своем опыте, что я там придумывал, выдумывал. Да, Юр. Да, да, там подключается что-то типа Google Аналитики, либо другие есть системы для аналитики, для трекинга, нажатия на кнопки и переходов между экранами, да. А потом такая большая таблица, там можно куча фильтров вверху, поиск. Можно фильтровать и так далее. Ну, это такая ситуативная техника тест-дизайна, если на проекте подключен, как бы сказать, модуль аналитики. Да. Потом следующее, наверное, последнее уже, сейчас заканчиваем. Последняя техника тест-дизайна – это bug-driven. Driven – это вот, вы заметите, да, тут разговорчики driven, analytics driven и bug-driven. Driven – это, можно так литературно перевести, управляемое. То есть analytics, управляемая аналитика, а здесь будет bug-driven. Создание тест-кейсов, основываясь на багах. То есть у нас какие-то баги приходят, либо мы сами находим, либо другие тестировщики, либо менеджера от пользователей, с саппорта, с поддержки приходят, с чатов какие-то баги. Мы смотрим на эти баги и мы составляем тест-кейсы по этим багам. То есть пришел баг, что-то не работает. Мы берем и пару тест-кейсиков написали на этот функционал, который не работает. Раз, добавили ко всем остальным тест-кейсам. Все, баг не пройдет. Пришло что-то из поддержки, что пользователь не может то-то, то-то. Раз, мы пару тест-кейсов добавили. И в принципе все. То есть основываясь на багах, мы составляем тест-кейсы. Такая вот техника интересная. Фух, подводим итоги. Смотрите. Вот эти все есть в... Что-то из этого... Это в принципе нормально. Это все в книжечках есть. Вот этих техник тест-дизайна. То есть на собесе сильно не в спорте, если вам скажут ой-ой-ой, не-не-не. То есть вы это рассказываете, вы говорите, что так и есть. Если адекватный интервьюер, то он говорит, да, в принципе хороший подход с разговорчиками. Либо хороший подход с аналитикой, либо хороший подход с баг-дривен. Либо шляпы, роли, да, одевать, роли пользователей. Тоже хороший подход. Чем не техника тест-дизайна. Но вот эти это книжные. Эти это книжные. Предугадывание ошибок, причин следствия, попарные, да, которые таблицу рисовали. Таблица принятия решений, там где мы наркоманы решали. Банк, состояние переходов. Это... Ой, граф состояния переходов. Это банкомат мы рисовали. Блок схемы, это восстановление пароля. Так, хорошо. И что у нас? Так, сейчас я пишу домашку. О! Домашка это для тестировщиков. Ясен, красен, да? Логично. Ой, что ж такое? Минимум первые восемь техник вам нужно почитать статьи, посмотреть видео по этим техникам. Остальные это... Или вы их не найдете, потому что я их придумал. Или в принципе по ним нечего читать. Попробовать. Так, у кого телефончик? А, то вырубай. Ну или разоваривай, выходи без проблем. Почитать статьи, посмотреть видео. Логично, да? И попробовать применить. Желательно на листочке расписать. То есть то, как я разрисовал вам на доске, желательно на листочке вам расписать. То есть не просто прочитать статью, а попробовать применить. Вот, допустим, есть какой-то input, и ты такой так. Граничные значения такие-то, такие-то. Это то-то-то. Все. Все, я вас поздравляю. Не записал? Фоткай. Давай, фоткай. Телефон же взял. Так, слушай, телефон. Ну ладно, перепишем. Да. О, Женя, честно заработанную конфету решил съесть. Вот так. Это похвастаться перед теми, кто сегодня не заработал. Так, я вас поздравляю. Сегодня мы плюс еще одну тему. И мы очень близко уже, буквально три лекции, и мы уже закончим Basic Demo Pre-курс после трех лекций. И потом, может, мы что-то продвинутое сделаем еще. Там, может, что-то подсуммируем, что-то я расскажу про собеседование. Может, отдельную лекцию сделаем чисто про собеседование. Про собеседование. Хотя бы часик, полтора. Да, я вам расскажу фишечки про собеседование. Может, сделаем лекцию по составлению резюме. Отдельное тоже, важное. Что-то еще хотел такое сказать. Ну да, ну, может быть, мы те лекции сделаем, да, поддержку мотивации. Если, да, как вот это все изучим, то сделаем лекции уже по составлению резюме, по отправке резюме, по собеседованию. А еще по тестовым задачам. Ну, тестовые задачи, то такое. Если что, будете ко мне обращаться, я буду по ситуации уже подсказывать. Но сперва Google. Сперва Google, да. Не, за вас тестовые я никогда делать не буду. То есть, Дима, Миша, я им никогда тестовые не делал сам. Вот вообще, я даже не притрагивался ни к строчке их, там, тест-кейсов, либо чек-листов. Но я мог подсказывать. Допустим, они мне скидывали, я говорю, не, херня, давай переделывай. И я советую, как лучше переделать. Тот же с Мишей вот эту же работу нашел с постманом. Тоже так же само. Меня набирал, говорит, Ларик, не знаю, как там что-то сделать. Вот, я ему объяснил, как сделать, я говорю, Миша, гугли. Все, он пошел гугли. Ну, то есть, я не притрагивался. Все, давайте фоточку на память. И полетели, нас уже немного. Так, сейчас быстренько, сейчас две минутки, фоточку на память. Фух, вот, тяжелая сегодня лекция, получилась долгая, но важная. Особенно для тестировщиков очень важная. Вот это на собеседованиях очень сильно спрашивают. Поэтому готовимся, запоминаем. Первые восемь техник тест-дизайна должны от зубов отскакивать, и вы должны будете их уметь применить. Субтитры создавал DimaTorzok